В России разработали законопроект об отмене налога для физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома при условии, что у гражданина нет другого жилья или доли. При этом должны быть соблюдены несколько условий, в частности, кадастровая стоимость проданного жилья должна быть ниже, чем стоимость нового и не превышать 50 миллионов рублей. Один из авторов проекта депутат Госдумы Андрей Свинцов пояснил, что подобные меры позволят улучшить жилищные условия людей, а также увеличить миграцию внутри страны и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Риэлторы прогнозируют, что жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов занял 57-ю строчку рейтинга активности главсубъекта в России в социальных сетях, об этом сообщается в аналитическом докладе ОПЕК. В рейтинге рассматриваются официальные аккаунты глав субъектов России. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности за неделю. Индекс отображает активность в трех соцсетях во Вконтакте, Одноклассниках и Телеграм. По числу постов, репостов, комментариев и лайков. Главы соседних Забайкальем регионов Амурской области и Республики Бурятия заняли 54-е и 58-е места соответственно. На территории Забайкальского края неизвестные лица под видом сотрудников регионального управления Роспотребнадзора продают специальную литературу закона защиты прав потребителей и другие документы законодательного характера. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Мошенники по телефону представляются сотрудникам управления и обращаются с предупреждением о планируемом проведении проверки в отношении данного индивидуального предпринимателя. По избежанию проведения проверки мошенники просят купить комплект литературы. Напомним, в марте полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что проверки бизнеса в России должны быть снижены почти до ноля. Это связано с экономическими международными санкциями. С 25 марта на территории края введен мораторий на проверки. 18 июля авиакомпания Ирайра запускает пять субсидируемых маршрутов из Иркутска в Читу и Чару, в Забайкалье, а также Улан-Удэ, Токсимо и Нижний Ангарск в Бурятии. Об этом пишет Байкал-24. В Читу и Улан-Удэ будет летать сухой Суперджет-100, в остальные пункты можно будет добраться на Ан-24. Известно, что из Иркутска до Читы стоимость составит 5230 рублей до Улан-Удэ-2800. До Чары билет обойдется дороже – 7600 рублей. При службе компании уточнили, что билеты уже поступили в продажу, а расписание перелетов доступно на сайте.